Пенсионный фонд России упразднят, больничную начнут выплачивать тем, кто работает по договору, а предприниматели будут платить налоги по новой системе. Как изменится жизнь россиян в новом 2023 году и какие законы вступят в силу с 1 января, Дмитрий Шхузин расскажет подробнее. Да, Полина, Новый год это не только подарки, мандарины и шампанское, но и новые законы, по которым нам с вами жить. В частности, с 1 января 2023 года в России вступает закон о ликвидации пенсионного фонда. Таких громких заявлений бояться не нужно. Вместо пенсионного фонда появится новая госструктура – Социальный фонд России. В него же, кстати, войдет и фонд социального страхования. В Краевом пенсионном фонде заверили, что для пенсионеров такие, казалось бы, глобальные изменения ничем не грозят. Услуги пожилые красноярцы будут получать, как и раньше, в зданиях пенсионного фонда. Только теперь они будут называться едиными офисами социального фонда. Объединенные офисы клиентского обслуживания будут располагаться там, где ранее располагались клиентские службы пенсионного фонда. Если граждане уже являются клиентами либо пенсионного фонда, либо фонда социального страхования, никаких заявлений, никаких изменений подавать не нужно. Задача главная централизации вот такого объединения – сделать бесшовный переход из двух фондов в один, чтобы гражданам было удобнее, но от них ничего не требуется. Все базы, все данные, они сохранятся, они находятся под защитой и перейдут во владение социального фонда России. Еще одно изменение, которое коснется многих – это выплаты по больничному листу. С 1 января следующего года в России увеличивается так называемый дневной потолок. Он составит 2736 рублей, а за месяц, 31 день – 84 846 рублей. Это касается тех, чей стаж превышает 8 лет. В этом случае по больничному листу можно получить 100% от среднего заработка, но не больше обозначенной суммы. Кроме того, со следующего года выплаты по больничному листу будут получать и сотрудники, работающие по договорам гражданско-правового характера, то есть по ГПХ. Ранее больничные им не полагались. Еще одно важное нововведение – единый налоговый счет. Эта информация важна предпринимателям. С 2023 года для бизнесменов автоматически откроется единый налоговый счет. Теперь, чтобы платить налоги и страховые взносы, нужно вносить средства на этот единый счет. И, соответственно, налоговая будет учитывать эти платежи в счет оплаты налогов. Так сейчас система работает для обычных людей – физлиц. Можно закинуть деньги на авансовый счет, а налоговая сама возьмет, когда потребуется. Эксперты говорят, что у новой системы есть как и плюсы этого удобства, так и минусы. И главное, что у нового счета собственный порядок распределения ваших средств. Во-первых, это установлена очередность зачета платежей. Лежит определенная масса денег на счете. И налоговая установлена сейчас так, что в первую очередь будет погашаться недоимка. Причем недоимку они сами снимут. То есть вы можете посчитать, что у вас есть достаточное количество денег. Но вдруг где-то возникла недоимка, которую вы можете даже не знать, что вам что-то начислили. То есть, возможно, запросто такие ситуации с вас снимут эти деньги. Соответственно, по налогам, по которым вы убеждены, что у вас все прекрасно, у вас возникнет недоимка с доначислением пеней и так далее. Нововведения коснутся и ювелирной сферы. С 1 января 2023 года подобные магазины должны будут перейти с упрощенной системы налогообложения на основную. Сейчас по оценкам экспертов, так называемой упрощенкой, пользуется половина продавцов. По оценкам, единовременная налоговая нагрузка для ювелирного бизнеса увеличится с 5-15% сразу до 40%. Вырастет в следующем году и стоимость техосмотра. В нашем крае сумма поднимется с 700 рублей до 900. Так или иначе, какие бы изменения нас не ждали в 2023, я желаю вам всего хорошего. Будьте добрее и с наступающим вас 2023 годом.